Выборы в прифронтовом Донбассе не только большая организационная работа, но и риск для самих сотрудников избиркома. Округ пристально следит за ситуацией в Макеевке. Югра взяла шеф-то над городом, потому что ей не безразлична судьба наших людей. Сейчас они трудятся на участках, по которым многократно наносились артиллерийские удары. И риск не становится меньше. Вот так оно. Просто было глупо видно. Вот оно через крышу попало сюда, потом туда в кабинет и вниз в столовую. Это что попало? Град попало. Град? Да. Библиотекарь Оксана, одной из школ Чирона в гвардейском районе Макеевки, рассказывает о своей не самой спокойной специальности во время войны. Ракета от града пробила все этажи школы насквозь и, к счастью, не взорвалась. Я удивляюсь, тут же все с книжками было завалено. То есть это библиотека сейчас находится? Да, это библиотека. Здесь были все время книжки лежали. Когда мы уже разбирали после завала, я удивилась, как вот там даже, ну как, некоторые бумажечки были чуть как подгоревшие, как не загорелось и не сгорели все учебники новые для детских. Вот этому я удивилась. Записывали интервью еще в январе до взятия Авдеевки, откуда по району гвардейки. В СУ били регулярно. Только в эту школу попало четыре раза. Книги, которые чудом уцелели, были поставлены в учебные заведения из Югры. Вообще вот этот район часто обстреливают? Очень часто. Вот, ну сейчас немножечко, вроде как, надеемся, чуть поутихло, но все равно прилетает и в поля прилетает. Это обычный жилой мир район? Да. Да, тут же люди живут. И здесь объектов-то нет военных? Нет, здесь объектов военных нет. Какие-то тут школа, училища, магазины. Мы снова в школе, где сейчас действует один из 17 избирательных участков самого опасного района Макеевки. Идет голосование. В помещении уже тепло. С момента нашей последней съемки починили крышу, дали свет, сделали ремонт. Вот люди, которые работают здесь, вот, это смелые люди? Это самоотверженные, отважные и смелые люди. В основном это, конечно же, женщины. Страшно говорить, но к этому они уже привыкли. И понимают, что работать всегда им приходится в экстремальных условиях. Ну, это реалии сегодняшнего дня. Как всегда, для наших женщин именно работа является неким успокоительным и релаксирующим средством. Вам, чисто по-человечески, здесь не страшно находиться? Ну, как вам сказать? Ну, немножечко тревожность какая-то есть, но в связи, как бы, с объемом работы об этом, ну, иногда забываешь. На Донбассе явка одна из самых высоких среди четырех новых территорий России. Вполне ожидаемо. Люди ждали 10 лет. Народ вообще идет на выборы? Да, да, да. Народ очень этого ждал решения. Очень гордится этим, что у нас уже есть возможность принять участие в выборах президента Российской Федерации. И все идут при поднятом настроении, семьями, командами. И очень этому рады. Нам хочется, наконец-то, почувствовать себя гражданами большой страны. И, ну, конечно же, это наше будущее. И мы надеемся, что оно будет светлым и хорошим. Виталий Сопрыкин, Курпун, телекомпания «Югра» в Макеевке.